И снова здравствуйте. Напомню, что меня зовут Яков Шиногенов, а вы на канале Евроавто. Капиталка 2. Продолжаем восстанавливать старенький Volkswagen Charm, который спрятался за моей широкой спиной. Прошлую серию я закончил, подвесив интригу, обнаружил какую-то неисправность. На самом деле ничего страшного нету. Извлек привод для замены пыльника шрус и обнаружил несколько капель масла на сальнике привода. Он не выдержал издевательства. Сколько раз можно вынимать и ставить в него привод, при этом не меняя сам сальник. К тому же я не увидел на нем никаких реальных опознавательных знаков. No name. Он шел в комплекте с прочими запчастями для ремонта коробки передач. Поэтому на смену ему пришел старый проверенный друг от фирмы SWAG, сделанный гарантированно в Германии. Сейчас я установлю новый сальник, отмою следы масла, вставлю привод на место. Ну и собственно начну собирать уже готовую переднюю подвеску. Практически ничего нам в том не мешает. Музыка. 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 Итак, мне есть что сказать про шарниры от Митака. Прежде всего я вижу преимущество. Оно заключается в том, что пыльник на этом шарнире, посмотрите, он гофрированный. Для сравнения можно взять оригинальный пыльник и увидите, что он обычный конусный. Чем это чревато? Могу показать на примере рулевого наконечника от Митака. В крайнем положении чехол напрягается и есть вероятность, что он в этот момент и порвется. Собственно говоря, статистика об этом и говорит, что самая частая причина выхода из строя шарниров это порванный пыльник. Кстати, а вот стойки стабилизатора от Митака и они точно так же с гофрированным пыльником. Это очень круто. Но есть и минусы у шаровой опоры от Митака, чтобы вы поняли, что я не только рекламирую, но могу тезво оценивать. Обратите внимание, в торце пальца нет ничего. Что там должно быть? А там должно быть специальное отверстие, которое, например, есть в оригинальной шаровой. Для чего, спросите вы? Объясняю. Закручивая гаечку и не простую, а с самоконтром, вот, например, как здесь, новая гаечка, идущая в комплекте с шаровой, мне будет очень сложно удерживать этот палец, в то время как в оригинале все предусмотрено. С помощью специального ключа я могу одновременно держать палец и закручивать гаечку. Надеюсь, это единственный минус. Суппорты мы перебрали, но остались еще и скобы. И одна из причин, по которым колодки могут изнашиваться неравномерно, как было на шаране, это как раз загрязнение рабочей поверхности, когда колодка здесь, видите, вот она даже не падает вниз, ее закусывает. Соответственно, чтобы избежать этого втреть, нужно как следует очистить эти самые рабочие поверхности. Если, кстати, вас волнует вопрос, почему я в наушниках, просто идет процесс учебы без отрыва от производства. Это вебинар наших партнеров, и я не хочу его пропускать. Вообще, напильник не самый правильный инструмент для этой работы. Должны быть специальные мягкие щетки, которые снимают грязь, легкую ржавчину, но не повреждают металл. Однако, помните, сколько лет вот этой железяки? Тут ржавчина уже ушла внутрь, поэтому мы чистим напильником, а потом предохраняемся. Еще обратите внимание вот сюда. Видите, как здесь проедена ржавчина и рабочая поверхность? Вот, с двух сторон присутствует. Можно, конечно, сточить до ровной плоскости, но по большому счету в этом большой необходимости нет. Итак, как вы видите, я очистил коррозию до голого металла, и это не очень хорошо для металла. Поэтому, прежде чем устанавливать скобу на машину и ставить в нее колодки, я на очищенной поверхности наношу пасту, которая в простонародье называется антискрип. Она выполнена с таким рецептом, который не дает ей стекать и не очень привлекает, скажем так, продукты износа, которые могли бы превратить рабочую поверхность скобы в такой вот напильник. Вообще, конечно, это надо делать кисточкой. Ну, извините, сегодня магазин художников закрыт, поэтому я использую собственный палец. Ну, вот как-то так. Скоба подготовлена к установке на автомобиль, теперь очередь тормозного диска. Диски Митаки относятся к бюджетному сегменту, и это выражается не в качестве металла или обработки, а в том, что отсутствует краска на рабочих поверхностях и нерабочих поверхностях. Это не страшно. Однако для защиты от коррозии на время хранения и транспортировки на диск нанесена специальная смазка, которую перед установкой желательно удалить. Вот, примерно таким вот образом. Очистить ступицу, как вы уже знаете из наших предыдущих видео. И, слушайте, а вот у нас есть небольшая загвозочка. Была бы. Митака почему-то не делает тормозные передние колодки для этого шарана. Ну, или я их не нашел в наличии. Однако, как всегда, нам на помощь приходят наши друзья-партнеры. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну вот, с передом закончили, и быстренько переходим назад. Тут все просто. Пружины, амортизаторы, стейн-блоки рычагов. Но нарекания у меня только к работе. Пружин даже не к работе, а к их состоянию. И не ко всем, а только к правой. У нее сломан кончик, и пострадала пластиковая или резидовая центрующая втулка. Поменяем быстренько, амортизаторы оставляем пока как есть. И нюанс, о котором нужно знать. Так как рычаги подвеска независимая, связаны между собой стабилизатором, то и работать придется одновременно с двумя сторонами, с двумя гидравлическими стойками. Иначе нам будут пружинки не вытащить. Итак, поддомкрачиваем оба рычага. Вынимаем болты крепления амортизаторов. Отпускаем сначала одну сторону. Отпускаем вторую. Техника безопасности не забываем. Вот одна пружина извлечена. Левая вполне себе живая. Да, в хлам. Берем новую втулочку. Она вот такой необычной формы, но фиксируется только в одном единственном положении. Здесь есть выступ, а здесь есть специальное углубление. Берем новую пружину и обращаем внимание, на пружинах нормальных производителей обязательно будет указан, где вверх, а где вниз у этой самой пружины. Верхнюю резиночку попробую сейчас вставить сразу же. Придется вспомнить, зачем я отращивал вес. Здесь упираем носик пружины в выступ на втулке. Ту же самую операцию производим с левой стороны. Верхняя резинка тоже, кстати, имеет выступ под виток пружины. Поэтому практично надеть сразу же. Ориентируем пружинку на носик. И теперь можно поднимать рычаги. Теперь вот эти болты и верхние болты крепления нужно затягивать, когда машина как бы стоит на колесах. Верхнюю я сейчас подтяну, подняв максимально рычаги, а нижнюю затяну, а потом перезатяну, когда машина будет на стандирозавал саждений. Ну и вот, можно сказать, что на этом наш ребилт сзади подвески закончен. Но на этом еще наши работы с машиной не окончаются. Данное видео не является инструкцией по переборке подвески. Многие нюансы я упускаю. Однако кое-что должен обязательно сказать. В частности, про то, когда и как затягивать болты крепления рычагов. Положено их затягивать только в тот момент, когда машина стоит на колесах, или рычаги занимают то положение, которое они занимают при нагруженном автомобиле. Ну, почти горизонтально. В данном случае я их затянул еще при сборке рычагов, при установке их в подрамник. Но, как только я закончу эту работу, я заезжаю на стенд развал схождения, и там я еще раз их откручу, подвигаю автомобиль вверх-вниз и затяну. Это будет самое правильное. А вот верхние опоры нужно затягивать, когда машина стоит на колесах. А помните, я здесь показывал целое болото в этой самой верхней чашке? Удивительно даже, что там лягушки не квакали. Защитил я резьбу в прошлый раз с помощью обычной смазки, а сейчас поступлю по-другому. Я поставлю специальную заглушку, которая ставится в этих самых местах штатно на фольклагин пола. И резьбу защищает и пространство чашки от попадания воды. Ну, как будто здесь и была. Машина все-таки старая, постоянно в ней что-то ломается от возраста или от наших ручек. В частности, когда я откручивал расширительный бачок, чтобы добраться до верхней опоры, в моих руках остался один из патрубков. Оказывается, этот бачок уже кто-то ремонтировал, и он выдержал только одно прикосновение. Ну что ж, нет куда без добра. Поставлю новый бачок. Уже можно устанавливать трапеции дворников, но помните, я анонсировал ее профилактическую переборку. Однако, ближайшее знакомство с ней показало, что проблема вовсе не в закисших направляющих, а в том, что корпус сломан. Сломан давно и очень-очень похабно восстановлен. Я думаю, что вся профилактика в данном случае будет заключаться в замене сломанных деталей. Я нашел без труда целую совершенно исправную трапецию. Судя по тому, что подвижны все элементы, которые должны быть подвижны, ходят они легко, без закисаний. Достаточно снять отсюда моторчик и переставить на новую трапецию, и все будет хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, как-то так можно устанавливать. И прежде чем все окончательно закреплять, рекомендую подключить моторчик и проверить, в каком положении останавливаются дворники после выключения. Ну что, проверяем. Что за... Не удивляйся, если я скоро буду сниматься в каске. Регулярно с этим шараном наступаю на грабли, набиваю себе шишки и, как ни странно, получаю от этого удовольствие, потому что все время узнаю что-то нового. Вот в данном случае для меня оказалось новостью, что трапеции бывают внешне одинаковые, но имеющие разное исполнение. Различия, как выяснилось, в длине вот этих вот тяг и в длине и форме вот этого вот коромысла. Я поставил внешне похожую, но отличающуюся по геометрии трапецию и получил то, что вы видели. Поводки дворников уперлись друг в друга. Ну, нет хода без добра. Из двух трапеций я собрал одну, заодно и обслужил ее, и почистил, и смазал, и теперь у меня все хорошо. Когда я менял пружину, я обратил внимание, что левый диск, очевидно, перегрет. Он такого темно-синего цвета. Правый был в нормальном состоянии. При этом нареканий к работе тормозной системы у меня нету, но есть подозрение, что проблема с ручником. И сейчас мы с вами это проверим. Я вывесил кузов и, не прикладывая усилия, прокрутил колесо. Сейчас дергаю рычаг стояночного тормоза и сразу отпускаю. Чуть ногу не сломал. Что и требовалось доказать. Колесо не крутится. И это говорит нам о том, что не работает стояночный тормоз, который в данном случае совмещен с рабочим цилиндром, то есть с суппортом. Есть варианты. Можно перебрать. Но лично я противник такого ремонта, потому что он как лотерея. Может помочь, может не помочь. Я за то, чтобы поставить новый механизм. Но мы же говорим про бюджетный ремонт. Есть у нас варианты? Итак, это должен быть недорогой суппорт. Он должен быть в наличии. И желательно от бренда, который дает на него гарантию и может эту гарантию осуществлять. Удивительно, но у меня даже оказался выбор. Я дал предпочтение бренду штаб-квартиру, которая находится в Санкт-Петербурге. Мы с ними знакомы. Это наши друзья Триали. Более того, я договорился, что замену произведут они своими силами и попутно научат меня это делать правильно. Посмотрим, узнаю ли я для себя что-нибудь новенькое. Ну и с вами поделюсь. Здравствуйте, меня зовут Вячеслав. Я инженер отдела технического контроля компании Carville. Сегодня у нас в работе автомобиль Volkswagen Charan. И первым шагом мы проводим диагностику ступичных подшипников. Вращаем колесо. Проверяем подшипник на наличие перекатов. Не закусывает ли ступицу. Проверяем люфт во всех плоскостях. И далее начинаем демонтаж. После демонтажа колеса мы проводим бегло осмотр тормозной системы. И видим, что тормозной диск имеет цвета побежалости. Это свидетельствует о том, что тормозной механизм работал неправильно. И присутствовал перегрев тормозного диска. Далее мы можем обратить внимание на состояние тормозных шлангов. Если на тормозных шлангах присутствуют заломы, трещины или отслоения, то это гарантированно замена тормозного шланга. Такие тормозные шланги не допускаются к дальнейшей эксплуатации. Проверяем состояние пыльников, направляющих суппорта. Опять же, на пыльниках могут быть заломы, могут быть следы запотевания от смазки. Если пыльники повреждены, то, скорее всего, направляющие суппорта у нас будут закисшими внутри. Обратите внимание на отсутствие грязезащитного пыльника на тросе стояночного тормоза. Если его сейчас сюда не установить, это приведет к отказу тросика ручника. На этом детальный осмотр тормозной системы закончен. И приступаем далее к инструментальной диагностике. Начинаю с троса привода стояночного тормоза. Мы его извлекаем из посадочного места и проверяем, свободно ли он передвигается в рубашке. В тормозной рубашке. Передвигается он свободно. Трос не закисший, поэтому его замена не требуется. На корпусе суппорта были обнаружены запотевания, что свидетельствует о его негерметичности. Для проверки, будем мы его менять или перебирать, мы должны его демонтировать. Но перед этим убедимся, что тормозной прокачной штуцер откручивается. Вот о чем я и говорил. В зимнее время года это наверняка приводило к подклиниванию стояночного тормоза. После снятия суппорта с тормозной скобы обращаем внимание на состояние пыльника поршня. Нет ли на нем надрывов, трещин. Можно заглянуть под пыльник тормозного поршня, обратить внимание на наличие коррозии. Но так как суппорт имеет запотевание, мы его однозначно демонтируем. Обращаем внимание на то, как двигаются направляющие суппорта в скобе. На данном суппорте они не закисшие, двигаются свободно, но имеют достаточно большой люфт. Также смотрим, свободно ли двигаются колодки в скобе суппорта. Достаем их. И видим, что они изношены неравномерно, что свидетельствует о том, что суппорт работал неправильно. Так как данный тормозной диск подлежит замене, мы откручиваем скобу тормозного суппорта и сможем ее детально оценить уже после демонтажа. Ну что скажете? Ну вот смотрите, скоба суппорта имеет износ, направляющие двигаются свободно, Так это же хорошо. В данном случае это нехорошо, потому что они имеют большой люфт. Так это стучать будет всего лишь? Нет, к сожалению, это не только стук, это неравномерный прижим колодок к тормозному диску, это неравномерный износ колодок, это возможно подклинивание, а также из-за того, что поверхности посадочные под тормозные колодки имеют выработку и проточку с обоих сторон, а тормозные колодки могут расклиниваться, вследствие чего не отходят от тормозного диска, он перегревается. Вот вам решение. Новые направляющие и большой напильник. Здесь проточить, здесь поменять новая скоба. Да, но, к сожалению, при установке новых направляющих мы никак не устраним износ втулок в самой скобе, и тем самым мы не уберем люфт до конца. А при проточке посадочных плоскостей под колодки мы не можем обеспечить достаточную точность. То есть колодки будут стоять неровно, неровно будут прижиматься к тормозному диску, и более того, когда мы будем протачивать здесь напильником или какими-то другими инструментами, мы занизим их посадку в тормозной скобе, тем самым уменьшим силу прижима пружинок. Ну и к тому же ближе к центру диска смести. Окей, уговорили. Что по поводу суппорта? Как мы уже обговорили, имеют следы запотевания, то есть он не герметичен. У него достаточно туго работает привод стояночного тормоза. Это может свидетельствовать о том, что он имеет повреждения внутри. Ну это же не приговор. Есть ремкомплекты, перебрать его и все. К сожалению, в ремкомплекты не входят все те детали, которые изнашиваются в самом суппорте. А именно? В данном случае имеет место быть износ штока привода стояночного тормоза. Изнашивается он по причине того, что повреждается пыльник, туда попадает грязь, влага, он начинает корродировать и разбивает втулку, направляющую внутри корпуса самого суппорта. Эти детали чаще всего не поставляются в ремкомплекты. Или вообще не поставляются. Ну нет, на самом деле я их видел в предложениях, но тогда общая стоимость переборки плюс ремкомплекта плюс втулок и оси ручника приближается к стоимости самого суппорта. Ваши рекомендации с этим? Мои рекомендации заменить тормозные скобы на новые, тормозные суппорта также заменить на новые и установить новые тормозные диски, новые тормозные колодки. Окей, я подготовился, диски и колодки у меня есть. Расскажите мне про суппорты. Я на самом деле их анонсировал как бюджетное решение, но на самом деле их стоимость не сильно ниже, чем европейские детали известных брендов. Да, но хорошая деталь по определению не может стоить дешево. На наши детали распространяется гарантия в течение двух лет, либо 60 тысяч километров пробега. А также к нашим суппортам и к оригинальным суппортам в наличии в ассортименте товаров имеются ремкомплекты. Ага, я услышал, два года. Значит, если у меня за это время что-нибудь, не дай бог, выйдет из строя, я знаю, куда обратиться. Но я еще присмотрел там вот такую интересную детальку. Это явно не для моей машины. Вы, наверное, просто хотите похвастаться. Да, это тормозной суппорт с электрическим приводом стояночного тормоза. У нас в наличии имеются такие суппорта. И у вас большой ассортимент? Достаточно большой ассортимент, да. Можно открыть? Да, конечно. Этот суппорт мы предварительно разобрали для того, чтобы демонстрировать механизм привода стояночного тормоза. Также у нас, помимо самих суппортов в сборе, имеются в наличии сами машинки. Ага, и они совместимы с оригинальными суппортами. Да, конечно, они совместимы. Ну вот это очень круто. Ну, значит, у нас есть повод для следующих встреч, потому что у меня есть еще машина, у которой задний суппорт именно как раз с такими моторчиками. Итак, с чего мы продолжаем работу по восстановлению шаража? Мы закончили на том, что мы демонтировали скобы тормозных суппортов. Сейчас остается поменять тормозной диск. Потому что наш тормозной диск имеет следы перегрева, и это показания к его замене. Поэтому мы сейчас снимаем тормозной диск, зачищаем ступицу и производим установку в обратном порядке. Отлично, поехали. Помните, в начале видео я говорил про износ ступичных подшипников? Это приводит к тому, что появляется неравномерный износ тормозного диска, возможно, его биение и неравномерный износ колодок. В данном случае из-за перегрева тормозного диска ступичный подшипник вышел из строя. Чувствуется его закусывание, подклинивание и перекаты шариков внутри. Я рекомендую в будущем заменить ступичный подшипник. С завода направляющие места тормозных колодок ничем не смазываются. Так как мы ставим новую тормозную скобу и новые колодки, мы тоже ничем смазывать не будем. Но в случае, если бы мы использовали старую скобу и зачищали посадочные места колодок до голого металла, необходимо было бы использовать специализированную смазку. При установке тормозного суппорта необходимо обращать внимание на прижимные пружинки тормозных колодок и на их правильную установку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 У Якова не оказалось с собой пыльника троса стояночного тормоза, но я для профилактики добавлю туда адгезионной смазки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Далее приступаем к регулировке троса стояночного тормоза. Регулировка стояночного тормоза на машинах с дисковыми тормозами отличается от машин, оснащенных задними барабанными тормозами. Здесь не надо подводить тормозные колодки. Поэтому сначала мы проверяем, что трос ходит свободно. Вот с этой стороны он у меня зашел спокойно. С этой стороны не дотянулся, поэтому ослабляем гайку. Сначала очищаем здесь всю резьбу, пропшикиваем жидким ключом, ослабляем гайку, ставим трос в рычаг привода стояночного тормоза на место и плавно подводим его регулировочной гайкой. Подтягиваем гайку регулировки привода стояночного тормоза до тех пор, пока шарик не коснется рычага привода стояночного тормоза, и между рычагом и его упором появится небольшой зазор, но не более 1 мм. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжаем нашу рубрику вопрос-ответ. Сегодня вопрос задаю я, а призы предоставляют наши партнеры. Вопрос простой. Вы знаете, что я любитель концерна Ауди Вольксваген. Так вот, найдите связь между партнерами и Вольксвагеном. Первый, кто правильно, креативно или точно ответит на этот вопрос и оставит свой ответ в комментариях под этим видео, получит набор, приятный набор автохимии для своего автомобиля. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прокачку тормозной системы начинаем с проверки уровня тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. При необходимости нужно будет подлить тормозную жидкость, чтобы повысить ее уровень. Для того, чтобы удалить воздух из тормозной системы, можно позвать кого-нибудь на помощь, чтобы воспользоваться старым методом и прокачивать тормозную жидкость путем надавливания на педаль тормоза, либо воспользоваться простейшим набором для прокачки тормозной системы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На этом замену тормозных суппортов, скоб, колодок и тормозных дисков можно считать оконченными. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слушайте, машине почти 25 лет, а едет как молодая. По-прежнему приносит удовольствие от управления. И это неудивительно, она стала новой. У нее свежий мотор, у нее перебранная коробка, практически новая подвеска, новые тормоза. И я, к сожалению, вынужден констатировать, что мне, как механику, здесь особо-то совершенствовать и нечего. Если у вас есть какие-то идеи, оставляйте их в комментариях. Единственное, что осталось подновить, подлатать, это кузов. Придать ему былую надежность. Поэтому я с вами еще не прощаюсь. Мы увидимся в нашем кузовном участке. Однако сегодняшняя серия на этом заканчивается. Спасибо, что вы досмотрели ее до конца. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, если по какой-то причине вы этого еще не сделали. И до новых скорых встреч. С вами был Яков. Субтитры сделал DimaTorzok